Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас 500-е событие дня. Эпиграф 1 Коринфян 15.13 Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Это у нас получается, что сегодня 27-е. Тогда получается уже не 500-е, а 501-е. Видите, каждый раз где-то маленькая ошибочка. И за 26-е апреля. Иван Артюшкин пишет. Христос воскрес, Игнатий Тихонович. Я много раз длительно готовил вопросы, чтобы задать их вам лично по скайпу. Но как только это случилось, вы тут же выкладываете новое видео в YouTube с моими ответами. То есть он их не задал, ничего, а ответы уже получены. Вот меня спрашивают, как вы могли знать? Никак я не знаю, ничего. И в университете было. Записки в руках держат, а ответ получают. И говорит, у меня вопрос, она говорит, 7 вопросов было. И в каком порядке записаны были? В том вы вдруг начали отвечать. Повторяю, ничего не знаю, это делает Господь. Начинает зомбировать, давайте слова-то набили этой трухой головы-то свои. Ну, особенно это так называемые миссионерские отделы. Большего зла через них не сделать уже, как сделал это Дворкин и прочее. Молиться надо. Оттого я и не могу позволить себе тратить ваше время на пустые разговоры. Я ощущаю сильную связь с вами. Хоть мы и не знакомы близко, вы открыли мне дверь к истинному познанию Бога. Порой, наблюдая за Владимиром и Никитой, я говорю им мысленно. Радуйтесь, братья мои, во Христе, чтобы вам выдалось такое радостное событие, быть рядом с таким великим человеком, крупными буквами. Ну, какое велике? У меня не образование-то, ничего духовного нет. Как Игнатий Тихонович Лапкин. Мне скорбно не участвовать с вами на занятиях по скайпу из-за работы. Вот скажут, а вы выбираете чисто. В прошлый раз стал считать. Меня кем только не называют, даже произносить нельзя. Но один раз сказал, а что вы тут считаете, почти матерки? Почти. Ну, я не знаю тогда как. Скрывать я не могу. Почему? Потому что здесь много полезного. Не сочтите за праздность, но вы, как Христос, спустившись в ад, чтобы призвать души грешников. И я был в том аду. Но это чего-то стоит. Я учусь у вас каждому слову. Как бы я хотел, чтобы это не кончалось. Спасибо, Христос. Ваш ютубный ученик Артюшкин Иван Михайлович. Раньше было, которые были неприятели особенно. Они теперь вроде бы как бы покаялись. Они узнавали фамилию и начинали заливать грязью. Женщина, если... То женщина разведи с ним. Ну, то есть безумие такое. И вдруг что-то Господь тронул. Мы молились и, видимо, где-то по темечку забарабанило им. Я узнаю вдруг. Они начинают болеть мозг, воспаление мозга и прочее. Это Бог делает так. Пишет Василий Лапкин. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Мир вам, дядя Игнатий и братья Никита и Владимир. Мы живем. Все слава Богу. Вот видите. Живем и все слава Богу. Это большая похвала. Уже перешли спать на сеновал. Очень красочно птицы ночью поют. Соблазн какой-то. Сразу все вспоминаешь и потеряю в курусе. Вчера Никита уехал. За ним заехал. Двух кошек отправил с ним. Не знаю, как доехали. Но думаю, все подготовлено было. Вот выставляю сейчас ролики. Вчера прислал Володя, снимал. Там бобры заели нас. Такой ущерб нанесли нам. Миллионы буквально. Четыре-пять дампы все прогрызли. Вода уходит низом. И достать нельзя невозможно. А я их так люблю, этих два бобров. А теперь что? Любовь наша кончилась. Мы скажем охотникам. И сами что-то должны делать. И все это, когда вы увидите. Ужас, какая работа проделана. И не могут найти, где вода вся уходит. Озеро полностью сухое. Он пишет, Василий, дети собираются летом в лагерь. В Потеряевку. Я постараюсь тоже попасть. Может, если получится, то пораньше. Помочь вам по лагерю. Ну, лагеря-то нет. Это, значит, по домам. Мы теперь в новом формате будем заниматься. Нам нужны добрые помощники, волонтеры. Но пока картина такая, что маловероятно мне в мае вырваться. Надо два немалых дела делать. Иначе поведут клиентов, которые меня хорошо ценят. Впрочем, как Бог даст. Тут у меня еще появилась сумма в 20 тысяч рублей, которая была отложена для вас. Для благого дела. Может, на лагерь потребуется или еще куда. 40 тысяч уже и того. А теперь у меня уже их 60 тысяч. Эти деньги лежат и ждут ваших распоряжений. Могу выслать переводом. Сейчас быстро это. В течение 10 минут отправляет. Только мне в город надо будет съездить, отправить. В общем, имейте это в виду. Молимся о вас. Храни вас Бог. Лапкин Василий и семейство. Крепко обнимаем. И поклон. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Воистину воскрес. Я отвечаю. Я говорил уже, что не высылать. Не высылать. В начале июня постарайтесь здесь быть. Почему? Потому что предстоит работа. Там все надо готовить. Потому как здания были заброшены. Многое мы уже сделали в прошлом году. Галина Загуляева пишет мне. Добрый вечер, Игнатий Тихонович. Мир вам. Вот уже прошло 17 лет со дня, когда вы написали мне характеристику. По моей просьбе. У меня к вам два вопроса. Первый. Как вы видите, над чем мне сейчас, на данный период моей христианской семейной жизни, нужно поработать над своей душой? На что стоит обратить внимание? Второй. К моей характеристике вы вставили гравюру Полио Гюставо Доре. В статворении Евы. Почему именно ее? Храни вас и спаси Христос. Ну, это только что поступило. И я не успел еще распорядить. Сейчас постараюсь быстренько найти. Но это все-таки у меня 43 книги. Получается. 28, 34, ну да, 43. И вот в них нужно сейчас быстро найти, где это написано. По всех книгах. Сейчас, минутку, постараюсь найти. Это у меня тут подготовлено. Может быть, найду. Какая была тогда характеристика? Вот так. Еще что-то пока не отражается. Ну, не нахожу. Так, как-то характеристика, видимо, слово. Характеристика надо зарядить. Характеристика. Характеристика нашел Вячеславу, Виктору, Дмитрию. Вот эти. Характеристики просили. И я сам не пишу на детей. А потом стали просить и родители. Дайте нам нашу характеристику. Вот характеристику нашел на Савченко Виктора. Сейчас буквально еще чуть-чуть маленько. На Дениса, на Алексея. Видите, сколько характеристик было. Притом характеристики Волкову на деятельность. На мою, на меня характеристика. Батюшка говорит, на тебя-то пишут. Я говорю, на меня пишут. На тебя осталось написать. А Бакумов Андрей 10 лет. Вот. И Чук тут. Не знаю, еще тут. Глушкова из Насты. Как характеристика класса. Так, минутку. Ну, вот что сказать. Почти пришел. И пришел почти, и почти не нашел. А почему? Не знаю. Не могу сказать. Должен был найти, но не нашел. Не нашел. Может быть, и нету тут. А где она? Потому что это много молотить надо. А, еще. Володя с Урала. Характеристика. Ну, она, девчонка была боевая. Жила на квартире даже у меня. Была рядом. Вот тут и характеристику можно было написать. Была в деревне, помогала где. Ну, вот. Не знаю. В то время. Видишь, как. Вот потерял время немножко. Но я... У меня работала тут система. Все, тогда отошел. Не получилось. Нету. Нету. Она где-то, может, в другой книге была. Но я промолотил 43 книги сейчас за это время. Вот. Ну, вот она мне это пишет. Там было такое, как она жила. Была. Я ее 10 раз заставлял подряд в шторке открыть, закрыть, открыть, закрыть. Она зовывала. Я отвечаю. Ей отвечаю. 17 лет назад характеристика была. Это четверть жизни. С той характеристикой, быть может, уже и не сообразуешься. Ничего от нее и не осталось. Тут в помощь к лучшему был, быть может, муж, детки, болячки, друзья. И враги. Я не живу так близко от вас, как при написании той первой характеристики. Не могу более ничего сказать. Любовь к вам может затушевать то, что тогда виделось отчетливо. А насчет картины Гюстава Даре. Так какие были отпечатаны Алексеем Загуляевым по моей просьбе. Так и посчитал более подходящим, чем остальные 10 картин. Выбор-то был небольшой. Замужество было недалеко от картины. И она пишет. Спаси Христос. Все. Богдан Рыбак. Богдан и Рыбак. Рыбак как фамилия будто. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. На днях увидел вот это видео в Ютубе. Ну, я его знаю, смотрел. Но он коротко объясняет его. Если у вас техническая возможность просматривать ролики, поэтому продублируй текстовой смысл. На одном из уличных собраний мусульман из толпы, собравшийся, начал выкрикивать христианин. Парень лет 13-15. Представь, 13-15 лет среди мусульман, там, ваххабитов, стоит, и он выкрикивает. Ну, картина-то нереальная. Мусульманский проповедник вызвал его к себе на сцену и задал подростку-христианину следующие вопросы. Мусульманин. Далее будет буква просто М. Думаешь ли ты, что Иисус Бог? Христианин. Далее. Х, христианин. Иисус это Бог. И он сын Бога, который умер на кресте за наши грехи. Мусульманин. У меня вопрос к тебе. Бог все знающий? Христианин. Да. Мусульманин. Бог все знающий. Значит, Иисус все знающий? Христианин. Да. Бог. Мусульманин говорит, Бог врет? Врет. Ну, говорит, неправду бы сказал. Христианин. Нет. Мусульманин. Когда Иисуса спросили, когда будет последний день, он сказал, я не знаю этого, и не знает ангела небес. Это знает только Бог. Христианин. Да. Мусульманин. Иисус здесь наврал или он этого не знал? Христианин. Он этого не знал. Мусульманин. значит, он не бог. Ты ведь только что сказал, что бог все знает. И тут в толпе поднялся радостный шум, крики, парень-христианин что-то пытался ответить, но его вывели со сцены. Собственно, у меня вопрос к вам. Что нужно ответить проповеднику мусульманина и на его вопрос? В первую очередь, это подстава. Специально свой мусульманский стоит, заранее договорились, а если был христианин, он бы и сказал, вы мусульмане-то, Ису, Иса, говорите, это не Иисус Христос, у вас это выдуманный герой. Наш Иса, Иисус Христос, он умер за грехи людей, а по-вашему, он вообще не умирал, не был распят, значит, ясно дело, что это другое было. Наш-то Иса, он бога-человек, а у вас просто человек, и вы спрашиваете-то не про нашего Иисуса, и поэтому тут отвечать не о чем. Как человек, он не знал. А как бог, он все знал. Все, и весь ответ. А тут радостный шум, будет радостный шум в преисподней, когда замолкнете без Христа. Нет другого имени под небом данного человека, которому надлежало бы нам спастись. А то кто последний пророк, они все ищут, кто последний. Последний пророк Еноха Илья, который спустится с неба, живем взяты туда. Они этого ничего не знают. Но нужно сказать, что в религиозном плане мусульмане такие же, как мы. Ничего не знают. И тоже у них по-арабски, по-церковно-арабски. И еще один у меня вам есть вопрос относительно Библии и алкоголя. Я вот никак не могу поверить в то, что Бог через Священное Писание разрешил употреблять людям алкоголь. Пускай даже виновь, ведь именно алкоголь становится причиной многих без человека. А может, это люди сами на свой лад перекрутили Святое Писание и ввели туда алкоголь? С уважением, Богдан. Ну вот он, Богдан или нет, но вопросы задает, как мусульманин. И первое, меня тут не проведешь. Первое, победа мусульмана, они радостно загалдели, а сами ничего не знают. Блудят тут напропалую, и свинину лопают, и что угодно. А здесь перекрутили, у вас Священное Писание испорчено. Значит, а их руководитель пришел через 600 лет и узнал, что не испорчено. А на основании чего он узнал, с чем сравнивал. И у них как раз не пьют вино. Вино не надо пить, мы тоже не пьем. Но говорить о том, что это не от Бога, этого нельзя. Почему? Вино сотворено на радость, на здоровье. Павел говорит, пей немного вина ради немощи твоего желудка. И болезнь по-славянски в стомах. Что это болезнь? Оно лекарство, чтобы желудок не болел. А сейчас пьют как раз от того, что желудок-то болеет. Вот, я знаю. Если я буду считать, что алкоголь, то есть не алкоголь, а вино, вино называется грех, то я буду еретиком. То есть все, которые считают вино за грех, это все еретики. Это еретики. И вот Богдан. Ваши вопросы показывают вас, что вы или мусульманин, или уже рядом где-то стоите. Перекрутили, и слова все такие, врешие. Ничего нет. Христос сказал правду, послание, сказать Евангелие от Марка, не знает, не знает, никто не знает, ни сын, ни сын, по человечеству. Как человек, он страшится казни, и молится, доминует меня, счаше сия, а как Бог, он одновременно и Бог, он был и в раю, и в преисподней. Почему? Говорят, ныне будешь со мной в раю. А ныне, в этот день, Христос был в преисподней. То есть, мусульмане, они ничего не соображают, совершенно. Наши тупые, а эти тупее тупых. В своей религии, не в нашей даже. Что не спрошу, не знаете, я говорю, какая вот сура 50-я, аят такой-то, сура, говорю, 5-я, 20-й стих, не знают. Знают, зарежу, и все. Я ему отвечу, отвечаю Богдану, заходите по скайпу сейчас, и зададите вопросы. Он пишет, дайте свой скайп. Он, я нашел ваш скайп, Игнатий, но там очень большой список. Все, нашел другой, подал заявку. Я говорю, у меня Игнатий, и, а потом каку, сзади 10, десятка. Здравствуйте, Игнатий Тихонович, у меня к ним два вопроса. Даша, ваше мнение хочу узнать по поводу фильма «Страсти Христова». Да и вообще, можно ли снимать художественные ленты на такого рода тематику, и ваше отношение к ним? Я не пойму, а при чем тут мое отношение? Фильм не смотри. От того, что я, допустим, отвечу не так, как вы думаете, или так, как вы. Что изменится-то? Я ваше мнение не спрашиваю. Отношение к фильму никого не спрашивал ни разу. Я его смотрел, смотрел даже, кажется, не раз. Здесь нет, потому что. Так. Христос воскрес. Я смотрел. Фильм не понравился. Не понравился. Интересно, вот задает папа, ой, здесь, говорит, показано все как было. Как будто папа там был среди распинателей. Как было? Откуда ты знаешь? Вот фильм Иисус, Иисус, по Евангелию от Луки, вот этот фильм хороший. Лучший. И можно ли снимать с фильма? Не знаю, но вот Кама, это, Иуда Бен Гур, там его как бы не показывает. Но в то же время крест, и там молнии сверкают, течет вода с кровью. Можно ли снимать? Не артист, но такую тематику, а есть религиозные фильмы, Авраам, Иосиф, Моисей, даже возьмите, Исфирь, Иеремия, ну прекрасные фильмы, поучительные. И второй вопрос, каково ваше мнение ко всякого рода целителям? И можно ли к ним обращаться за помощью? Причем, я имею в виду не каких-то там экстрасенсов, речь идет о разного рода бабушках, которые лечат болезни молитвами, и к слову, будет сказать, часто это помогает. У многих из них в домах иконы, они говорят, что лечат Словом Божьим, Словом Божьим. Слово Божье, это Библия. Имеет ли место быть так же с точки зрения Евангелия? Можно ли к таким целителям обращаться, если среди них те, кто лечит от Бога, и такие, кто лечит силой лукавого? Если такие ответы уже существуют, можете дать ссылки на ресурс. А если ранее таких вопросов вам не задавали, можете дать ответ в рамках одного из своих роликов на Ютубе. Храни вас Бог. Вот я вам отвечаю. Если они даже иконы имеют, это никакой роли не играет. Этот антураж не поможет. Очень часто, в абсолютном большинстве, это ведьмы бывают, самые настоящие. Колдуньи, волхвователи, лгуны, они лгут на каждом шагу. И они помогают. Да зачем тебе сомневаться? Если болен, то у нас два врача, не бабка. Мы считаем 38-ю главу Серахова. Благоразумный человек не будет приобретать врача по надобности в нем. Ибо иногда бывает и в их руках успех. Но согрешающий да впадет в руки врача. Все сказано. Второе. Если болен, пусть признают пресетеров и помолятся над ним, помазавшие елеем во имя Господа. Послание Якова. Пятая глава. Вот вы избери. Это врач, поликлиника и священник. Я никому не советую ходить бабкам. А может какая и лечит, помогает. Может быть и лечит, и помогает. Бывает, которая костоправ, там руку вывихнутую, она может сделать, там массаж делает. Но из-за того, что так много из них, как говорится, на тысячу юродивых один настоящий, как Серафим Саровский говорит, тогда все они от лукавого. Все эти юродства, все эти Ксении и прочее. Вот такой мой ответ. И далее. Сергей Парализованный поставил ролик «Бодрствуй и утверждай». Себе запишите. «Бодрствуй и утверждай». К нему приехал колясочник, тоже больной, и как они там беседуют. «Бодрствуй и утверждай». В Ютубе два слова зарядите. Ну и далее я коротко покажу свои ресурсы. Это у нас мой мир. Вот. О, вышел Пащенко. Сейчас я покажу. Что-то он тут пишет. Так. Слава Богу. Никита добрался хорошо. Кошки целы. Сегодня подняли нас в 4.30. Разодрались. Разодрались. Белая и Бузка. Отправил я хрыжую себе оставил. В 4.30 разодрались. Они подняли их. Вот такое дело. Ну и далее все-таки доехали. И тут же операция ликвидация или охота на бобра зимой на приваде. Так называется. Я написал, чтобы барабашу посмотреть. Второе это у нас форум. Наш форум. Православный форум Игнатия Лапкина. Вы не видите? Ну, просто зарядите если в гугле или в яндексе и вы найдете очень богатый и легко пользуется 1600 тем. И далее наш канал. Вот он, канал наш. Вот что такое «Восслуживание Библии». Вот коротко 6987 видео. Без 13 видео 7000 видеороликов наших. Ну, это понятно. Это огромный, огромный материал здесь. Ну, и самое большое у нас это «Восслуживание Библии» православный библейский сайт. Так можете зарядить в гугле. «Восслуживание Библии» православный библейский сайт. И даже у нас тут 55 папок я отвечаю на 4124 вопроса в университетах. По радио вел программы 3. И вот сейчас мы будем эти вопросы из этого 6-я там кажется графа «Взаима». Так, где-то у меня здесь есть. Все у меня тут нету разве. Сейчас, минутку. Где-то должно быть видео. «Взаима». Вот, нашел. вопросы, которые мне задавали и ответы. Я дополняю. Вопрос 4056. 30-й том открытым оком. «Случалось ли у вас такое, что человек ведет себя нахально, выскакивает в беседах, никого не почитает, не слушает. И как с ним быть?» ответ. У нас был такой вояка. На него шикарь даже самый спокойный, чтобы утишить его. Он во время собрания мог несколько раз скачать, выкрикнуть что-то. Тогда написал ему памятку, в которой указал, какие есть преграды, чтобы осадить самого себя. он взял это и уже дома от руки хорошим почерком переписал и даже расширил. Позже он все же снова сорвался и покинул нас, ушел к староверам. Этому бузотеру были дана характеристика во втором томе открытым оком. Вопрос 866. Вячеслав за несколько лет до его краха. Дальше бумагу, которую я выдал. Преграды стоящие перед человеком, которые могут и должны удержать от гнева, дерзости и хамства. Первое. Если я промолчу, буду кротким, не отвечу, что я потеряю и выиграю. Вот я буду считать коротко, быстро, какие места писания. Иов 11.3, Екклесиаста 3.7, Псалом 36.11, Матфея 5.5, Притча 11.12, 15.1.4, 25.15, Иаков 1.21, 1.1, Тимофею 6.11, 1.1 Петра 3.15, Ефесянам 4.1, 3, Екклесиаста 10.4, Колоссянам 3.12, Число 12.3. Это я один раз прочитал И так это будет видно, видимо, потом я один, не знаю, видимо это снимается, нет. Второе, попытаться увидеть себя его глазами, не нарушил я какие-либо правила, призвать на помощь разум и память. Матфея 7.12, 22.37, 39, Марка 12.30, 31, Лука 10.27, Тавита 4.15, Лука 6.31, Притча 15.32, 4.5, 16.22, 19.8, 10.21, Второзаконие 8.2, Серахов 31.17. Вот один вопрос, и на него сколько пунктов, и сколько раз надо открыть Библию. Третье, это я ему пишу, Третье, разбиваю еще на несколько пунктов. Третье, первое, подпункт, четко представить разницу в положении, чтобы не разговаривать как с равным. Число 16 глава, Притча 25.67, Луки 14.9, 10. Это третий, второй подпункт, третьей главе. Кто ты в данной местности по званию, и кто он, с кем разговариваешь? 1 Петра 2.18, Ефесянам 6.5, Колоссинам 3.22, Титу 2.9, Исход 22.28, Риминам 13.17. То есть, как самого себя осадить, не быть хамом? Это очень важный вопрос. И вот в третьем разделе, третий пункт, в духовном, ты сам должен определить, чей опыт больше, кому довериться, себе или ему, с кем разговариваешь. 1 Коринфянам 2.14, 16, Криминам 8.5, 9, 1 Петра 5.5, Евреям 13.7, 24. И дальше, в третьем пункте, четвертый подпункт, статус по опыту, не по званию, популярности оппонента. Статус по опыту, не по званию, а по популярности оппонента, кто из вас больше известен? Третий, это пятый подпункт, расчет, хватит ли сил устоять, если тебе окажут сопротивление? Лука 14.27.32, притча 25.89, то есть, открыв эти места, ты увидишь, тебе молчать надо. И теперь, шестой подпункт, своя честь, если ее ценишь, и дорожишь, мнением людей о себе, подумай, выйдешь ли таким, после ссоры, каким был до нее? Притча 18.3, 20 глава 3, стих 26.1, и Псалом 68.7. Ну, есть такие люди, бессовестные, ему говорят, плюю в глаза, он говорит, Божья роса. Третий, пункт, седьмой подпункт, какая цель моего противодействия? Если я ценю оппонента, то отношение с ним не ухудшится ли? То есть, эти вопросы надо задать и проверить по Писанию. Псалом 34.11.16, стихи, Псалом 54.10 по 15. Притча 17.17, 17.9, 18.25, 21.10, и 27.9. Это 27 глава, стих, вторая цифра. Третий, восьмой подпункт. Что это даст мне для здоровья? То есть, это пункты, которые могли бы тебя удержать, сесть, не буянить, не бузотернищить. Псалом 30.11 стих, Иеремия 45.3. И девятый пункт. В духовном плане подтвердить ли это, что я дитя Божие, кроткое и смиренное? Это ему задать самому себе вопрос. Матфея 5.14.16, Иоанна 3.1.10, Филиппийском 2.14.15. Теперь четвертый полностью пункт. Какой опыт я приобретаю для будущего? Наработка. Прогресс или регресс? Вверх или вниз? Влечет меня. Матфея 25.14, Иоанна 3.14.19.21, Луки 12.3.28, Иоанна 5.13.6.1. То есть кто-то будет это слушать, он может затормозить, найти то место и все. Пятая молитва. Успел ли помолиться перед этим? И дает ли это стимул к молитве? Какой опыт приобретаю сегодня, когда вот так поступаю? Матфея 26.41, Марка 14.38, Луки 21.38, Иоанна 22.39.46. Шестой пункт. Если передо мной руководитель, или тем более организатор какой-либо организации, и я к ним пришел, к их уставу правилам, то это меня понуждает соблюдать правила, или я плевал и топтал? Числа 9.14, притча 10.23, и Крисиаса 10.2. Седьмое. Возраст телесный. Чти старшего. Духовный возраст. Сообрази, у тебя такой же или нет? Левитам 19.32, Второзаконие 28.5, Иеремея 19.1, Иоанн 12.12, 32.6, Филиппийцам 2.3. А это сейчас выходит, он в три раза моложе, и он хамит, безобразничает. Почему? Он с миссионерским отделом связан, то есть я называю дыра в преисподнюю. Большего обмана еще никто не делал, как создание миссионерских отделов. Их нельзя создать. Бог посылает и только подвое, наградив талантом Духа Святого. Ему открывает Бог тайны, душа, разговор и прочее. А это не миссионеры, может быть, ни одного и нету у нас. Восьмое. Закон возмездия. Это хамство, беспутство вернется к тебе и с избытком. В первую очередь через моих детей. То есть у тебя, если дети есть, ты должен сам себе сказать. Потеряв всех, озлобившись, сумею ли приобрести подобающую замену потерянному? Исход 20.56, числа 14.8, второзаконие 5.9. Девятое. Опыт дерзости срабатывает на правиле, зло выборочно не бывает. И рано или поздно за подобное действие получу должный отпор. Он напоролся. Притча 17.13, Имея 14.16, Риммон 13.4. Что интересно, ушел к старообрядцам, и там мигом посадили на место. А там как? Там могут вывести тебя, отмолотить, говорит, расквасить морду тебе и все, и пинком выгнать. Там и разговаривать-то не будут. Библия не знают, поэтому рукоприкладцем часто занимаются. Даже епископа избили. Силуяна. На Сибирске. Могу назвать кто? Там Долгов, Володя, Федя, говорят, это мне уже передают, Устинов. Поступая так дерзко, в какие местам Писания я могу подкрепить себя? Какие места из Библии обличают меня от имени Бога? Что говорит об этом народная мудрость, пословицы, поговорки? Кто одобрил меня из видевших и слышавших? И тут он добавил, видимо, к моим. Вот посчитайте на пальцах, сколько мест Писания нужно, чтобы это... Евреям 4, 12, 1 Петра 1, 22, 23, 2 Коринфянам 10, 4, 7, Ефесянам 6, 14, 17, это сразу три стиха, Откровения 3, 19, Второзаконие 18, 8, 18, 12, Псалом 118, 130, Иаков 1, 22, 2 Коринфянам 2, 7, 2, 17, вернее, 4, 2, 2 Тимопея 2, 9, Притча 1, 6, 18, 14, 22, 12, 17, Иова 4, 4, Исход 66, 5, Иоанна 12, 47, 48, Псалом 46, 5, Римлянам 1, 32, 14, 18, 2 Тимопея 3, 16, То есть больше 20 мест Писания Нужно открыть, Видимо, он сам добавил, Одиннадцатое, Не примирившись сразу, С проглядом вперед, Чего я ожидаю от следующей встречи, Будут меня отторгаться Или любить и ждать? Ефесянам 4, 26, 27, Псалом 4, 5, 6, Ефесянам 4, 31, Притча 17, 1, 17, 17, 9, 10, 12, Двенадцатое, Внешность, Обозление меняет черты лица, Иногда непоправимо, Недоверчивый, злобный взгляд, Напряженно ожидаю подвоха, Замечания, Стараюсь не встретиться, Не разговаривать, Езекииля 7, 17, 18, Даниила 5, 6, Бытие 40, 7 стих, Притча 25, 23, 15, 30, 27, 17, Исаия 2, 11, 5, 15, Притча 16, 30, 22, 17, 10, 17, 12, 1, Второе Маковейское 14, 12, 23, 30, И Псалом 68, 9, Тринадцатый пункт, Молва, язык, Как об этом будут рассказывать ближним? Как победитель я, Кого? Самого себя? При кротком поведении уважаешь сам себя. Первое Коринфянам 1, 26, 30, Второе Коринфянам 10, 17, 18, Иакова 3, 13, 18, Второе Коринфянам 12, 9, 10, Таразакония 28, 37, Третье Сарс 9, 6, 7, Иеремия 24, 8, 9, Езекииль 5, 15, Псалом 68, 12, 13, Псалом 9, 24, 21, 7, 11, 7, Притча 15, 24, 18, 3, 25, 15, 23, 26, 28. Вот заметьте, Это надо было найти, Места Писания, Я уже вам надоел, Я понимаю, кто слушает-то. Может быть, даже всем надоел. Но поймите, Болезнь застарелая, Это человек перед вами, И его надо исправить. Вот столько мест Писания Должны ударить по нему, Должны смирить его. Когда хорошее лекарство готовят, Там набирают разные травы, Какой процент, Как их забирали, Как их высушивали. Точно так же здесь. 14 пункт. Одежда. При разговоре можешь вернуться голым. Дерзкий ответ сокрушает кости. Притча 15, 1. Кротким ответом Я приобретаю новых друзей И вызываю доверие. Нужно иметь здоровый юмор. А у старобрядцев его вообще нету. Я говорю, ты иди к старобрядцам. И он ушел. Назревающий конфликт, Ико разрядить шуткой. Матфея 11, 29, 18, 15, 5, 5, Притча 3, 34, 12, 25, 15, 13, 23, И 17 глава 22, 20, 3, 22, 24, 29, 23, Псалон 50, 19, Колосинам 3, 12, Ефесянам 4, 2, Яхова 4, 6, 1, 5, 5, 5. Я повторяю, это первый раз И последнее, пятнадцатая, самообвинение. Я создал критическую провокационную ситуацию. Стал керосин, бензин. 1 Тимофея 4, 16, Лука 15, 1, 32. 32 стиха сразу просчитать надо. 16, 14, 31, Еще 15 стихов. Псалон 50-й полностью. Притча 15, 18, 22, 24, 10. Это когда было? 10 января 2002 года. Лапкин и Т. Вот я ему отдал. Волкову Вячеславу. И дали стихотворение. Вот. Ни на один вопрос так много мест писания не приводится у нас нигде. Почему? Потому что человек этот в руках имеет Библию. Мало того, он открывал и даже расширил. Это положительное качество у него. У него положительное было, что он брался за работу, которую даже не умел делать и старался учиться. Когда-то учился в воинском училище. Я там вел занятия. Он вышел оттуда. Ну, а потом он буянил и буянил. И наконец все спекся. Не оскудеть бы разумом под старость. Богатство наше негода, а мудрость. Бессмысленно на телевизор пялись, подслеповато через стекла щурясь. Впадают часто в старческий маразм. Тому причин, конечно, с преизвихом. Тут не лицом, а с памятью всей в грязь. В простейшем разговоре сел на рифы. Ни песен спеть на память, ни молитв. Под мелкотравщатого роль одна и та же. И проблеск памяти, увы, пасхальный клип. А, в общем, с каждым днем все гажа. Но ныне мы на лучшем скакуне Мчим по эпохам, по пустынным кельям. Конечно, брежется в конце пути конец. Припомним, что же все же не допели. Без записи пока шикует память. Компьютеру любому вставить фору. И нашей памяти бы памятник поставить, Установить бы на вершине горной. Натренированная память удивлением, Окружена ей почесть в изысканиях. Ум разжиревших заплывает ленью. Вот у таких не голова, а скальпы. Запомнить, не забыть. Заветов два. Во всем главенство новому отдали. А Духа Божия в нем вписаны слова. Вошлись в сейчас из-за предельной дали. Христос есть Бог, а также Божий Сын. Нас возлюбил до самой крестной смерти. Святая Троица в трех лицах Бог один. Забы во всем. Дай Боже в это верить. Я говорю по царусь, чтобы в маразм не впасть, Что нужно помнить. Пенять на память вечности не будем. Все милости Христа предстануть явно. Мозг засевайте чудом, словно клумбу. Грех отнимает память, как у пьяных. Это людям, которые хотят больше знать и прочее. Это я написал еще в 2008 году. Так, теперь другой вопрос. Вытащим сейчас. Это взаимоотношения наши в папке. Вопрос 4099-й. 30-й том. Некоторые сразу же поддержали Диамида и готовы были идти за ним. А потом вдруг охладели. И не с ним одним подобное происходит. Вы же на себе это испытали не раз, когда от вас люди уходили и делались даже врагами. С чем это обычно связано? Покажите подобное на примере. Ответ. Подобное явление началось вначале на небе, когда Люцифер взбунтовался против Бога и Еговы, и треть ангелов пошли за ним. Затем подобное случалось в каждом народе и в каждой церкви, и в каждой общине, во многих семьях и государствах. Человек свободная личность и может выражать свою волю и менять ее. Вот какие появились сведения по делу Диамида. Чтобы выполнить волю Божию, нужно ее сначала услышать, кавычки открыты, услышав, не убоявшись, приступить к выполнению. Трусы придают сомнению. Первая мысль начинает метаться, склоняется ко второй мысли, приходящей уже от лукавого, а затем выполняет свою волю. Заболтать можно все, что угодно. Съездить к одному старцу, затем к другому и выбрать то, что попроще. Такая вот пораженческая психология охватила православный народ. Лучше молиться с епископами и куменистами, чем открыто исповедовать православную веру. В ангелии от Матфея говорится. Итак, когда увидите мерзкое запустение, реченую через пророка Даниила, стоящий на святом месте, считающий, да, разумеет. Ну как разумеет? Понимает. Но это написано не для всех. Сегодняшние христиане не могут допустить мысли, что это правда, что на святом месте может быть мерзкое запустение. Не когда-то, а сейчас. Именно в том храме. Именно неспасенный священник, который у вас, что волк о вещей шкуре. О, нет. Да, посмотрите на икону, когда дьявол тащит в ад. Первое, это там патриархи и епископы на цепи сидят. А если и будет, то мы в это не поверим. Где нам тогда причащаться? Им форма дороже содержания. В лукавстве главное обмануть самого себя и уверовать обману. Остальное все легко. Недавно газета «Дух христианина» опубликовала статью «Не оставьте смущений тех, кто верит вам», в которых подвергла сомнению подвиг владыки Диамида. Я дальше просто пропускаю. Быстро промотать надо. Хорошие слова потом будете искать. Можно на нашем ролике тормознуть и увидеть. Это писал Ирей Евгений Смоленинов. Теперь дальше другое. Потому как я не успею даже обратиться. У меня считать не все вижу. Отец в Арсенофе пишет. Старый Страфаил известен нам именно как современный православный исповедник, твердо стоящий на камне святоотеческой веры. Его призыв поминать действующего, то есть неосужденного соборно-патриарха, хотя бы тот, будучи человеком, в чем когда-то и погрешил против истины, вполне православен, так как основан на учении отцов. Но он уже изменил свое мнение. Теперь пишет. Если только о том говорится. 15 правило двукратного собора. Иначе говоря, данное правило от него вовсе не призыв, вопреки мнению вновейших наших зелотов, к непременному дособорному неповиновению того или иного вычисленного имя эритика, а скорее лишь оговорка об извинении тех, кои, не дождавшись столь долго ожидаемого имя собора, не удержались бы сделать это самочинно. Вот, может, из-за чего написано это. Это про Диамида. Вот я пропускаю здесь. Когда святые отцы Златоустия, Филакты, другие говорят, что надо бежать от зловерного епископа, то, разумеет, побег другому, не зловерному, ибо без епископа нет церкви, говорит святой Игнатий Богоносец. В нынешнее же время батюшки бежали от епископов, принуждавших их принятие ИНН и прочих атрибутов антихристовой глобализации, другим епископам, не принуждающим их к противосовестным поступкам. Ну и вот, что тут даже видно. Тут берут, что Максим из поведения говорил. Тут материал очень большой. Слушник кто? То есть, очень важный материал. Я его пропускаю здесь, кому надо, тот просчитает. Ну а кто не может, тот для него уже, может, еще не поможешь. Стихотворение. Стакан воды для жаждущих подать, а этот с пересохшую гортанью, пророк и праведник, не ежедневный тать, наградой будет, когда суд настанет. Участникам вписаться с добрыми людьми, в их деле явно добрым и похвальным, с наградой в деле ревность, не дымить, не жить на дармовщинку и халяву. Бог знает все до точки, досконально, чем кончится любое начинание. Кто к нам зайдет, пророк или каналия, чем руководствуемся словом или снами, где Библия с молитвой во главе, там расцветают розами таланты. Глухонемой поет, как соловей, и дирижирует медведь махлатой лапой, кто примет делателей Божьих указания, как Елисея некогда бездетная щита. Награда им такая же лапзает, всех благ впоследствии умом не сосчитать. Зови пришельца под мамрийский дуб, не прозевай втроем идущих мимо, лови момент благословения тут, Бог Егова будет вместе с ними. Стакан не водки с пивом, но воды, простой воды из-под любого крана. Нас тихим водом станет Бог водить, там в небесах, где не обрящешь храма. Больных, гневливых, тонущих в морях, водой в пресной жизни, оживи, не споря, Стих к этой теме вывернул не зря. К стакану нашему пловцов подгонит горе, я свой сайт называю, и чашу влагой дух святой наполнен. Кто жаждет петь, досыто не за плату. В огневе тонущих выбрасывают волны, всех накормить и напоить. Наш статус. Так, я сейчас посмотрю, сколько у меня осталось времени, и будет ли еще вопрос. Минутку. Я один. 48, еще на 12 минут. Сейчас я посмотрю, видите, как 1, 29, 30, 42. Вот до 42 минут еще я буду вопросы насчитывать. Все, один, туда-сюда бегай, смотри. Вопрос 3815, 26 том, открытый боком. Как избрать нужную тактику, когда молчать, а когда следует выступить перед всеми? Ответ. И индивидуально, как врачи говорят о болезни. Зависит от времени, от обстановки, от слушателя, от тебя. Лучше промолчать где-то один раз, нежели поторопиться не к месту. Откровение, 21 глава, 8 стих. Бои зливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и долослужителей, и всех лжецов, участь в озере огня, горящим огнем и серою в озере. Это смерть вторая. Считаем. Жил да был человек осторожный, осторожный до невозможности, с четырех сторон огороженный своей собственной осторожностью. В частоколом для безопасности, словно гвозди, фразы насованы. В этом деле пока нету ясности. Это дело не согласовано. А вокруг каждой этой фразы битых стекол мелкие жала. Поглядим. Возможно. Пожалуй, не вполне, ни время, ни сразу. До того хороша ограда. Будто так для людей и надо. Будто то, что всего дороже нам это изгородью огорожено. Полно, так ли? А мне сдается, мы за изгородь глянуть можем. Кто же это за ней пасется? Сам с собой, как конь, треножен. Чтоб случайно не разбежаться, чтоб от да и нет воздержаться. Вдруг все страсти его мордасти не для пользы советской власти, не за тем ничего подобного. А затем, чтоб ему удобнее, подозрения имею вески, слыша, как он так сытно ржет, подозрения имею вески, что он вовсе не власть советскую, сам себя от нас бережет. Константин Симонов. Эпиграф. Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое это время, Амоса 5.13. Михея 2.3 Посему так, говорит Господь, вот я помышляю навести на этот род такое бедствие, которого вы не свергнете с шеи вашей, и не будете ходить, выпрямившись, ибо это время злое. И далее стихотворение. Извенела тоска, что в безрадостной песне поется, как ямщик замерзал в той глухой незнакомой степи. У сыпи лимщика, заморозило желтое солнце, и никто не сказал, шевелись, подымайся, не спи. Все стоит на руси, до бакушек в снегу, полз, катился, чтоб не провалиться. Сохрани и спаси, дай веселье в пургу, дай не лечь, не уснуть, не забыться. Тот темщик чудодей бросил кнут, и куда ему деться? Помянул он Христа, шалев от заснеженных верст. Он, хлеща лошадей, мог бы этим немного согреться, но, а он в доброте их жалел и не бил, и замерз. Владимир Высоцкий. Ося 4.4. Но никто не спорь, никто не обречай другого, и твой народ, как спорящие со священником. Как все же это случилось в самом деле? 20-й век с чего он начался? Беляли реки, и леса редели, вновь сизы, а дыма небеса. Аэропланы ухитрялись в звице, и мгла не преградила им пути, и на земле сумели объявиться те, кто решились этот мир спасти. Чтоб снова плодородная и сыроя и измученная сделалась земля, и сутью государственного строя не мнилась бы ни штык, ни петля. И двери тюрем полетели с петель, и чтобы искусство не было мертво. И ты не только этому свидетель, свидетелями этого всего. Пусть остаются ветхие бойницы, и рыхлый камень вековечных стен. Ты не свидетель, ты, как говорится, виновник этих самых перемен. Ведь все же не вихрь весенний или осенний бесповоротно пробудил умы. Виновники великих потрясений, их творцы, не кто-нибудь, а мы. 1956 год Леонид Мартынов. Осия 87. Так как они сеяли ветер, то и пожрут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие проглотят ее. Видите, какие места писания. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. У ней особенное стать в Россию можно, только верить. 1866 год Федор Тючев. Мудрость разумного знания пути своего, глупость же безрассудных заблуждения. Притча 14,8. Исайя 47,10. Ибо ты надеялась на злодейство твое, говорила, никто не видит меня. Мудрость твоя и знания твое, они сбили тебя с пути. И ты говорила в сердце своем, я и никто, кроме меня. Это Бог осуждает. На реках Вавилонских мы сидели и плакали, бедные. Вспоминали о тоске и слезах, о вершинах Сионских. Там мы, людьми, повесили медное на зеленых ветвях и сказали врагинам, вспойте пленники песни Сионские. Нет, в земле нечестивой, чужой, по враждебным долинам не раздать со сцены Вавилонские нашей песни святой. в город Господа Брани, мой шалим святозарный в забвении. Будет вечная ясница моя и присохнет гортани мой язык и за сидя на мгновение позабуду тебя. Помяни Адонаи в день суда, как адамляне пламени предавали твой город и плен. Нас вели восклицая, не оставим мы камня на камени. О, блаженный блажен, злая дочь Вавилона, кто воздаст твоей злобе старицею, кто младенцев твоих оторвет от нечистого лона и о каменях мощной десницей пред тобой разобьет. Мэй, 1854 год. Это 26-й том. я отвечал студентам на каждый вопрос из шести поэтов. Откровение 18-21. И один сильный ангел взял камень подобный большому жернову и поверг в море. Говорят, с таким стремлением повержен будет великий Вавилон, великий город и уже не будет его. Вот с Украиной поссорились, а он пишет, нас ссорят гномы. Много ли гномов? Гномов великое множество. Тут и там есть свой гном, но неведомый нам. И зная их качественное ничтожество, мы гномов не знаем по именам. В самом деле, ссорили нас великаны? Нет. И с Полинаной не ссорили нас? Нет. Разве могли бы гиганты забраться в тарелки, графины, стаканы и причинить нам хотя бы микроскопический вред. Нет. Это бред. Леонид Мартынов. Лишь одни только гномы за нами гоняются вслед. А, вот куда надо еще. Леонид Мартынов, это надо вырезать и пониже взять. В книге она у меня как раз между строчек для того, чтобы сохранить место свободное. Откровение 89-19. Ибо сила коней заключается во рту их и в хвостах их. А хвосты их были подобны змеям. Имели головы, имели они вреди или ими. Песня 2-15. Ловите нам лисиц, лисенят, которые портят виноградники, и виноградники наши в цвете. Вопрос 3837-26. Если бы была возможность поговорить с поэтами, чьи стихи уже просчитали, то с чего бы начали с ними говорить? Это меня спрашивают. Я отвечаю. Первый рапер спросил бы, для чего эти стихи не написали? Откровение ли имели и уже так хотелось высказать некую новизну? Почему же, говоря о душе, о Боге, о небе, не сподобились прочитать Святую Библию, чтобы знать точно, что там нам открыто было Богом? В личном общении человек совсем даже не таков, ибо когда он пишет, то часто лукавит, ибо сам не думал делать то, к чему призывал других. Закрыт нам путь проверенных орбит, нарушен лад молитвенного строя, земным богам, земные храмы строя, нас жрец земли, земли, не причастит. Безумием снов скитальный дух повит, как щелы мы отставшие от роя, мы беглецы и сзади наша троя, и зарево наш парус бег багринит, дыханием бурь таинственно влекомы, по свиткам троп, по ростоням дорог, стремимся мы, суров наш путь и строг, и пусть кругом грохочет глухо громы, пусть веет вихрь сомнений и обид, я в наших снов земля не истребит. Седая рябь в алмазы раздробит, снопы лучей рассыпанные в море, но тех ночей разверстых на фаворе, блеск близких солнца в душе не победит, внастреет боль внежизненных обид, томит печаль и глухо точит пламя, и всех скорбей развернутое знамя в ветрах тоски уныло шелестит, изгнанники, скитальцы и поэты, кто жаждал быть, но стать ничем не смог, у птиц гнездо, у зверя темный лог, а посох нам и нищенство заветы, долг не свершен, не сдержаны обеты, не пройден путь и жребий нас обрек мечтами всех троп с сомнением всех дорог расплескан мед и песни недопеты 1909 год Максимилиан Волошин Евы 11.3 Пустословие твое заставит ли молчать мужей, чтобы ты глумился и некому было постыдить тебя притча 14.23 От всякого труда есть прибыток, от пустословия только ущерб, 2 Петра 2.18 Ибо произнося надутые пустословия, они уловляют плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. В своей бессовестной и жалкой низости она как пыль стера, как прах земной, и умираю я от этой близости, от неразрывности ее со мной. Она шершавая, она колючая, она холодная, она змея. Меня изранила противно жгучая ее коленщатая чешуя. Своими кольцами она упорная. Ко мне ласкается меня душа. Это мертвая, это черная, это страшная моя душа. 1905 год Зинаида Гиппиус Матфея 16 26 Какая польза человеку, если он приобретет весь мир и душе свою повредит, или какой выхм человек даст за душу свою. И 1 Коринфия 2 14 Прочитать. Вечерний звон, вечерний звон, как много дум наводит он. Не тот, что на закате дня гудит в стенах монастыря, но тот, что пасмурной порой поется девой молодой, как он мучительный мил, как он мне чувство возмутил, когда впервые звук его коснулся слуха моего. Опять же вырежу сюда. То был не звук, но глаз страстей, тот говор был с душой моей. 1830 год Давыдов. Еремея 2.24 Привыкшу к пустыне дикую ослицу, страсти души своей глотающей воздух, кто может удержать? Все ищущие ее не утомятся, в ее месяце они найдут ее. Езеки 23.9 Зато я отдал ее в руки любовников ее, в руки сынова Асура, которым она пристрастилась. Все отнял у меня казнящий Бог, здоровья силу, воли, воздух, сон. Одно тебя при мне оставил он, чтоб я ему еще молиться мог. 1873 год Федор Иванович Тютчев Ев 1.21 То есть эпиграф взят каждому стихотворение. На каждый вопрос шесть поэтов. И сказал Нах я вышел от чьего матери моей, инаки возвращусь. Господь дал, Господь и взял. Да будет имя Господне благословенно. И он угас, и он в земле сырой, давно ли его приветствовали плески, давно ли в его заре, в ее восходном блеске, провидели ему полдень золотой, ему внимали мы в тиши благоговея, благословение в нем свыше разумея. И он угас, и он утих, как недосказанный великий дивный стих. И нет его. Но если умирать так рано на заре помазаннику бога, то там у горизонта горнего порога, в соседстве звезд, где дух забывший прах свободно реет ввысь и цепенеет взоры на этих девственных снегах, на этих облаках обнявших синие горы, где волен близ небес над бездной зыбей, лишь царственный орел да вихрь беспокойный для жертвы избранный, там жертвенник достойный, для гения достойный мавзолей, над бездной зыбей, оказывается, надо считать, на смерть Лермонтова в 1721 год, Майков, эпиграф, Серахов 42, 1-2 это о смерть как горькое воспоминание, я не один, всегда нас двое, друг друга ненавидим мы, ему противно все живое, он дух безмолвия и тьмы, он шепчет страшные угрозы, но видит все, ни мысль, ни вздох, ни втайне льющиеся слезы, я от него сокрыть не мог, не смея сесть за мною рядом и провести открыто речь, он любит скользь лукавым взглядом движение сердца подстеречь, 1857 год, жемчужников, не раз терял я бодрость, духа пугали мысль мою, не раз его внимающее ухо, всегда за мной следящий глаз, а, вот как это у меня посредине оказалось, его надо вырезать и перетащить, его внимающее ухо всегда за мной следящий глаз, быть может он меня погубит, борьба моя с ним нелегка, что будет, будет, но пока все мысли, тум, все сердце любит, жемчужников, откровение 12.12, и далее, я ничего и никому не должен, не должен клясться в верности стране, за то, что с ней до нищеты я дожил, за то, что треть земли моей в огне, я ничего и никому не должен, мне молодые волки не указ, они, конечно, много нас моложе, но вовсе не талантливые нас, и новый мир по-старому уничтожен, среди своих раздоров и корыт, я ничего и никому не должен, поскольку никогда не жил в кредит, Андрей Дементьев, эпиграф, Римон 13.8, не оставайтесь должными, второе законие 24.15, в тот же день отдай плату его, и Матфея 7.12. И еще маленький вопрос, 3873, 26-й том, могли ли оказавшиеся в эмиграции русские поэты из-за кордона как-то помочь оставшимся за железным занавесом, и как их поэзия издается ли сейчас в России? Ответ. Духовный уровень и тех, и других был примерно одинаков, только по отношению к власти людоедов тамошние за рубежом были более открыты. Но они нигде не показали, что за что такая кара Божья постигла целую нацию. Ну и дальше здесь. Гиппиус Зинаида из давным-давно обрусевших немцев, даже скорее голландцев, вместе с мужем Гиппиус осуждалась ненавистью не только саму Октябрьскую революцию, но и всех, кто ее прямо или косвенно поддерживал, в частности, Блока, как якобы продавшегося. В 1912 году Гиппиус и Мережковский эмигрировали. С ноября 1920 года обосновались в Париже. Гиппиус и Мережковский когда-то получили униенцию у Муссолини. Далее Бунин, которые за границей оказались, Иван. Сын мелкопоместного помещика. Октябрьской революции Бунин проклял, да еще и с такой ненавистью, как может быть никто другой. В эмиграции написал одно из своих лучших книг, Темные аллеи. В 1933 году Бунин стал первым русским писателем лауреатом Нобелевской премии. Другим кандидатом был Мережковский. Во время войны симпатии Бунина были на стороне России. И он высоко оценил поэму Твардовского Василия Теркина. Бунин умер в один год со Сталиным. И стал первым писателем эмиграции, которого в 1954 году начали снова публиковать на родине. Но он умер за год до этого. В бедности от тяжкой болезни. Иванов Вячеслав. В Дельфийском храме. Ну и дальше поясняется. Надпись какая была там, что, где он живет. В 1924 году уезжает за границу. Тут просто считать надо, что большая биография. Вторую мировую войну он перебедствовал в Риме. И умер в 1949. Волошин Максимилиан. Позиция Волошина была нейтральной, но неравнодушной. Его он осуждал и красный, и белый террор. Его восприятие революции никогда не скатывалось до злобы, до мелочного нытья и ухода в пессимизм. Когда приходили белые, спасал красных. А когда приходили красные, спасал белых. Поражает рожденное внутри двойного террора его вера, что Россия выйдет из огненной купели очищенной, обновленной, видя всю нехристианность, всю жестокость русского народа по отношению к себе самому. Волошин нашел в себе христианство, благословить его, а не проклясть. А вот революцию почти в равной степени принял и проклял. Набоков Владимир, псевдоним, это у него до 1940 года был Владимир Сирин. Редкий случай двухязычного писателя, одинаково блестяще писавшего и по-русски, и по-английски, сын крупного царского юриста. Из Берлина переехал в Париж. Ну и далее, где он был, тут все надо просчитать, какие мысли. Вот Тючев пишет, в разлуке есть высокое значение. Как не люби, хоть день один, хоть век, любовь есть сон, а сон одно мгновение. И рано-ль поздно-ль пробуждение и должен, наконец, проснуться человек. 1851 год. Тючев. Все на этом. Кто-нибудь есть с нами или все ушли? Тогда я отключаю. Нет, я слушаю. О, ну все тогда, все на этом закончено. Осталась одна надежда моя. О, молодец. Так.